Продолжение следует... Поэтому мы будем его реализировать и давайте начнем с того, что я расскажу, кто я такая. На самом деле 30% людей, которые собрались сегодня, я знаю. Всем привет! Когда-то я раньше работала в компании Центр финансовой технологии, 10-10 людей, компания Bargels. Я работала HR-ом практически 10 лет у меня стажа в этой интересной сфере. И в 2010 году я пришла в компанию Alarm на позицию заместителя, руководителя издательского департамента. И была такая шутка, наверное, понятная сейчас будет только для своих. Часть людей, которые меня знают, задавали мне вопрос, как же тебя, дорогая, в типографию это занесло. На самом деле издатель, компания Alarm и издатель, издатель помогает разработчикам создавать, продавать игры, делать их лучше, делать наш мир лучше. Я руководитель группы департамента. Это три отдела, отдел тестирования, отдел локализации и отдел управления продуктами. Нам на вход поступает бета, либо мы подключаемся на Альфе и через 4-6 недель выпускаем локмастера. Я бы хотела вас немножко расшевелить и задавать вопросы на тему того, кто же здесь реально собрался. Вы пока читаете, о чем я буду рассказывать. Есть в зале маркетологов, поднимите, пожалуйста, руки. Есть в зале люди, которые считают себя менеджером продуктов. Круто. Есть в зале люди, которые считают себя инженерами. Из них темы ли вы? Спасибо. Альчары? Вау. Леша самороз. Привет. О чем будем говорить? Конечно же, будем говорить о работе с продуктом. Я, наверное, так как прибывший представитель ЧАР, несколько такой взгляд дам сбоку от всех остальных докладчиков. Будем говорить о взаимодействии в команде для того, чтобы родился успешный продукт. Есть так называемый конфликт интересов. Немножко разоберем и разложим по полочкам, почему пытаетесь, что с ним делать. Поговорим о том, что в команде должен быть баланс интересов. О языке общения с командой, о языке общения с аудиторией. О том, что такое бета-тестирование. Уже много было рассказано, но будет пара советов. И поговорим о продлённой зрелости продукта. Когда я готовилась к докладу, мне Артём сказал, что понятие Product Life Cycle знакомо аудитории, но у каждого может быть своё понимание на эту тему. Поднимите руку, кто знает на десяточку этот вопрос. Система координат, вот тут был, да, от 0 до 9 или от 1 до 10. Хорошо, от 1 до 10. 10? Окей, в костюме. То есть имеет смысл про это поговорить. Начинаем с конфликта интересов. Мы имеем типичную постфункциональную команду, которая работает с продуктом. Это маркетинг, продажа и разработка. Все они работают с успешным продуктом, с продуктом, который хотят сделать успешным. У них есть свой взгляд на то, какие составляющие приведут к успеху. И единственный критерий, как здесь уже с вами звучало, о том, что продукт успешный, на самом деле это количество денег, которое он нам приносит. То есть они все заинтересованы в том, чтобы денег было как можно больше. Но индикаторы, профессиональные индикаторы успеха у этих групп у всех разные. То есть они подходят с разными линеечками к измерению того, что такой успешный продукт. И эти линеечки вот я вынесла вот сюда. Продажники обычно хотят, чтобы продукт вышел на рынок быстрее всех, чтобы определить конкурентов. Разработчики инженера хотят, чтобы им дали как можно больше времени на ту самую полировку фич. А маркетинг хочет, чтобы продукт, например, был очень хорошо цитируем и приносил хорошие дивиденды именно с этого показателя. То есть это номер раз, критерий того, что будет конфликт интересов. Критерий номер два, как сегодня уже звучало, очень трудно разграничить зоны ответственности над тем, кто какую часть успеха продукта будет реализовывать. Почему? Потому что есть всегда лещая земля. То есть те вопросы, на которые никто не обращал внимания, особенно при создании первого продукта, если мы его только-только запускаем. Когда будем говорить про life cycle, есть такое понятие, как зрелость отдела, зрелость стадии, на которой отдел живет. И часто бывает так, что он не совпадает с остальной культурой всей остальной компании, и на это большее тоже может возникнуть. И не всегда есть возможность сказать коллеге, я хочу, чтобы вы мне помогли, и не всегда есть возможность эту помощь принять. С силу разных причин, сегодня тоже уже про этот кейс рассказывали. Что же можно с этим сделать? Конечно, нужно заниматься тем, чтобы обсуждать критерию успеха, как можно на более ранней странице. То есть в данном случае нужно взять в компанию от себя ответственность и разграничить те самые зоны вклада в продукт, чтобы продукт был уникальным, неповторимым, чтобы он продавал себя сам. И ситуация, когда и продукт отличный, и рынок растущий, она бывает достаточно редко. Но это идеальный случай, в котором хочется пожелать только ничего не трогать, не ломать и искать причины для успеха. И в компании АВАР людьми, которые берут на себя ответственность за создание отстроенной системы производства, является объем продюсирования, так называемый продакшн. Как же это выглядит? Естественно, на начальном этапе продюсеры вместе с геймдизайнерами в студии, а надо сказать, что в геймдзейме основнойчики годили всего лишь 30% времени от всего времени работы над продуктом. Все остальное – это графика, это дизайн, это менеджмент. Так вот, продюсеры встречаются с геймдизайнерами в студиях и через несколько итераций обсуждают, какие штуки они хотят заложить в реализацию продукта, чтобы продукт был успешен. Сегодня звучала такая тема, как же поменяется требование рынка к продукту. Различные вытасовки типа сегодняшней конференции – это отличный способ понять, что в тренде, что пользуется спросом и какие вещи нужно вам взять на карандаш и обязательно рисовать по своей команде. Но, конечно же, самый главный способ – это общаться с целевой аудиторией и снимать с нее обратную связь, потому что она хочет, чего она ждет, чего она ожидает. Как найти компромисс между интересным и выгодным? Ну, мне кажется, что сначала должно быть интересно, а потом выгодно. Кому-то кажется, что сначала должно быть выгодно, а потом интересно. Есть такой хин – поделить все задачи на те, которые мы можем назвать бизнес-деливери, то есть те, которые делаются за деньги, и на технический спор задач, но двигать все равно придется и то, и другое вместе, чтобы сначала таки было выгодно, а потом было интересно. Про баланс интереса. Здесь опять шкала от 0 до 10, 11-ти байдинг, это получается. Звучало сегодня, что обязательно нужно спрашивать фидбэк от саппорта. Как показывает практика, сменения этого подразделения на самом деле считаются малыми. Я хочу обратить ваше отдельное внимание на этот слайд. Обычно мне опрашивается руководство, то есть продукт мы создаем в те порядки руководителей, и это прямо печально, потому что они обычно вращаются в бизнес-среде, и в тех самых трендах и тенденциях избираются иногда лучше, чем люди, которые занимаются разработкой продукта и отвечают за его создание. Не опрашивается вся остальная команда, то есть те люди, которые работают в организации над созданием продукта. Конечно, если есть компания-наркетолог, то его интересы учитываются, потому что и продажники, и маркетинги, и такие живчики, которые бегают и не дадут вам спуску, пока вы не скажете им «Уведите из моих кабинетов», или как там было, да? Мысль в том, чтобы ваш парус, ваши PPI, про которые мы сегодня уже говорили, были все реализованы, интересы всех людей, которые работают над созданием продукта, были учтены, и парус был натянут. И красный сетка — это не натянутый парус, он не будет помогать вам дальше ехать. Нужны обязательно индикаторы успеха, обсужденные на ранней стадии, ну, например, какие-нибудь первые листа в топах. Здесь показаны две игры, сферншотом про две игры на сайтах наших партнеров, PC-направление, мобайл-направление, так называемый фичеринг от платформы держателей и длинный постпродаж. Игра Рейберэкс интересна тем, что у нас создавалась, то есть это первый продукт команды, и он сразу обратил на себя внимание Apple, и мы ничего не делали для того, чтобы нас промоутили, кроме того, чтобы продукт мы сделали клевый, качественный. Про управление жизненным циклом продукта. На самом деле у любой живой системы, а продукт — это живая система, организация — это живая система, есть ли и жизненный цикл. Понятно, что что-то рождается, что-то развивается, что-то приходит на стадию зрелости, и что-то приходит в упадок. На этом слайде я хотела продемонстрировать идею длинного хвоста продаж. Вот то, что уходит по оси и время, далеко-далеко-далеко, и не соединяется с осью, мы будем считать хвостом продаж. Задача людей, которые работают на создание продукта, обеспечить этот хвост продаж минимальными усилиями со стороны команды, которая занимается продвижением продукта. Сделать так, чтобы ваш продукт как можно дольше находился на стадии зрелости, это один из основных челленджей, нужен для того, естественно, чтобы увеличить долю рынка. На стадии роста нужно стремиться занять сразу максимально возможные доли рынка, а на стадии разработки R&D можно думать о том, как мы будем соединять продукты. Вот вверху вынесены четыре пункта, это создание управляющей эффективной группы, работающей с продуктом, это определение контрольных точек, как можно раньше, это оценка требований с различных точек зрения, и нужно думать о том, как ваш продукт ляжет в тот портфель, который есть уже у компании. Обещала сказать, что когда компания развивается, она тоже проходит по примерно такому же пути, и новое отдело, например, отдел, который занимается управлением продуктами, живет в режиме «давай-давай». То есть это те самые люди, которые обладают только номинальным властью, если они ее реальную нельзя, и они прибегают к разработчикам и говорят, вот я хочу такую штуку реализовать, потому как мы же все помнят с прошлого, вот ясно-что продукт отвечает на вопрос «что я?». Вот я хочу «что?», я хочу вот это. А вы думаете, как вам это сделать? И команда разработчиков, он и принимает, не принимает она его по одной из причин, потому как этот отдел живет в совсем другой культуре по отношению к зрелой, всей остальной культуре организации. И чтобы этот момент моделировать, должен быть кто-то в компании, кто расскажет и запромотит этот отдел заранее, цели его развития и задачи, и как это все поможет делать более успешные продукты. Что отличает геймдев от всей остальной большой садфай? То, что те люди, которые работают в геймдеве, в цинедании продуктов, там все это было, их штырик, да? Вот они испытывают фан, страсть и удовольствие от самого процесса. Ну, это самый частотный ответ, когда я спрашиваю людей, которые работают в головаре, чем тебе нравится работа именно здесь, ну, тем, что прям тут все так красиво, так живо, так вот фан на кончик фати, да? По сравнению с какими-то там скучными формами, которые нам тут сегодня показывали, это нисколько не умоляет всех сидящих в зале. Я хотела только обратить ваше внимание на то, что если ваша команда потеряла фан, найдите способ этот фан команды вернуть. Здесь показана игра, которая, жизнь которой иллюстрирует, что продленная зрелость и выход на больший профит возможен и реальный. Если кому-то будет интересно, тут ко мне на перерыве подходили люди и говорили, я хочу показать вам свою игру. Так вот, лучше, если игру посмотрят продюсеры, которые сегодня есть, и они подскажут, как сделать так, чтобы тот самый профит и продонные продажи были действительно реализованы на ранней стадии. Про то, что нужно говорить на одном языке с аудиторией тоже говорили, про составление портретов у аудитории говорили. Это все очень важно. Нужно управлять вниманием и интересом аудитории к вам. Мне сказали одну вещь, либо я прослушала про то, что у ваших пользователей при любом виде сбора обратной связи, будь то гототестирование, будь то ваше вхождение в комьюнити, где они друг другу помогают, будь то формирование какого-то еще сообщества онлайн. Нужно обязательно спрашивать, будет ли этот человек рекомендовать ваш продукт дальше. Для продактов, для людей, которые работают над созданием продукта, это, наверное, самый важный показатель, того, попал ли продукт в ожидании и в ценности целевой аудитории. Нужно обязательно думать о том, кем мне являются ваши клиенты, кем вы их считаете, они и не являются. И нужно быть готовым к тому, что не все будут готовы лично высказать свои суждения о продукте, особенно если вы работаете на B2B. И мы подводим итог, чтобы была возможность позадавать вопросы, и мне, и коллегам, которые здесь есть в зале, что работа продуктивна, и продукт продает себя сам, только когда вся команда работает над созданием продукта. Когда соблюден баланс интересов, и когда вся команда говорит на языке индикаторов успешности продукта. Когда нужно выходить на прямой контакт с пользователем. Только когда вы готовы отрабатывать обратную связь. Если вы не реализовали самых главных пожеланий, которые вам высказала ваша целевая аудитория, то вы потом будете тратить время на то, чтобы восстанавливать имидж продукта и имидж компании, потому что аудитория обязательно вернется и как-то свою фигуру скажет. И о том, что управлением жизненным циклом продукта тоже нужно заниматься, это реально, и считать цифры нужно. Ну и последняя вещь, которую тоже сегодня не услышала, может быть потому, что люди, которые рассказывали, не работают в речах, что после каждого успешного релиза продукта, после каждого успешного события, если особенно они происходят реже, чем раз в полгода, нужно отмечать команду успеха. Нужно раздавать те самые звездочки, которые мы считаем в продукте. Нужно оценивать вклад тех людей, которые участвуют в создании успешного продукта. Для чего? Мы все работаем в IT, знаем, что такое ретроспектива, и все умеют или якобы умеют это делать. Мысль в том, что нужно искать в процессе продуктивной ошибки. То есть, где мы ошибки исправили, а продуктивные ошибки приводят к положительным результатам. Если вы научитесь эти ошибки отлавливать и людей за это хвалить, то ваш успех обеспечен. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Артем, за представление. Спасибо, Артем, за представление. Я обещал у Кири задать вопрос на любой перерыв. Обещал. Я тебя обманываю. Как обычно, Леша. Ну, мужчины такие. Вы мне там и спрашиваете, что делать? Я говорю, что делать, что делать? Любить. Прекрасно. Скажите, пожалуйста, Ирина, какие ваши продукты вы считаете успешными, по каким критериям? Вопрос номер два. Каков процент ваших продуктов, выпускаемых вами, паближемых вами, получается успешным? Вопрос номер три про любовь. Вы любите свою работу? Я люблю тебя и люблю свою работу. Продукты, которые мы считаем успешными, я вынесла на слайды. Продукты, успех продуктов, которые мы померили в последний месяц. Процентное содержание, наверное, 80 на 20, как в любой паре оптимальности, потому что издательство – это бизнес, связанный с рисками, и инвестировать в команды, и развивать потенциал. Это задача продюсеров, и продюсер старается сделать каждый свой проект успешным. Ты сейчас публично развеяла слухи о том, что 70% ваших игр, как минимум, рентабельны. Развеяла? Да. Ты сейчас 80 на 20 или 80 хороших, а 20 плохих. А давай я его назову 70-20-10. Догадайся сам, что такое 10. За что ты меня вот так вот, да? Я же ИЧА. За любовь. Еще вопросы? Да, Вадим. Вадим Калюга, я не Алексей, а это более настойчивый вопрос к любви. Давай. Ты хорошо говорила про конфликты, про то, что важно удерживать фан. И скажи мне, как вы разрешаете, как вы этот фан удерживаете? Вот это мне кажется самым интересным. Пожалуйста, разъявите. У нас почти киношная модель, когда есть исполнительный продюсер, который подбирает, который отвечает за весь проект целиком. И он формирует команду, которая будет работать с продуктом. И ему помогают в его работе различные сопродюсеры. Сопродюсеры по арту, кейплею, монетизации, по сценариям. И у каждого из этих людей есть свой кусочек взгляда профессионального на то, как учесть согласовано с командой те самые дикапры, которые приведут к общему мнению. Естественно, у нас есть отдел продаж, который собирает, на кончиках пальцев приносит информацию о том, какие у потребителей у наших партнеров, у кастомеров, какие у них потребности. И продюсеры, продукт-менеджеры и отдел продаж собираются раз в неделю и обсуждают, как идет реализация тех или иных проектов, что учтено, что не учтено. Мы собираем обратную связь с нашей целевой аудиторией в виде очень продуманных сервеев, обработанных и вырисованных в графичке с цифрками. И каждую фичу мы знаем и умеем вовремя вставлять в продукт для того, чтобы продлевать свою жизнь. И что там про любовь было? Про сохранение любви в команде. Про сохранение любви в команде по работе это встроенный фан, знаешь, какой-то психотропный, встроенный, сразу в голову. Подвечивает это что-то, да? Что? Подвечивает это что-то. То есть, так как работа очень творческая, и люди все очень творческие, то этот фан, они предвыкли поддерживать друг друга сами. Спасибо. Еще. Откадем. Компания Добрый Биз. Добрый Биз, да. Интересно. Вы сказали, что после релиза воздают и звездочки. Понятно, что это не просто премиально. А что именно? Как их мотивируют? Ну, я не знаю. Это инсайд, продюсеры получают точно бонусы, они замотивированы финансово, отдел продаж получает точно бонусы, замотивированы финансово, продукт менеджеры получают точно бонусы по тем проектам, которые они сделали, зарисовали. Это нас, да? Что еще? Ну, разокручек, я вам не знаю. То сказать, что лучше разокручек месяц. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Безгет, еще это ребеночка, которая была показана на предвыше сзади, тоже есть. Есть звезды, которые выдаются красиво, есть звезды, которые... Ну, то есть, делается то, что принято делать, да? Но смысл в том, как вы подадите эту звездочку, за что вы ее дадите, да? За что вы похвалите человека, как вы сделаете это, насколько публично, насколько истинно. Спасибо. Еще вопрос? Да? Еще. Ира, привет. Привет. Меня зовут Дмитрий, компания «Технологика». А я, собственно, вот продолжение на предыдущие вопросы хотела бы спросить. Когда мы делаем какой-то проект на заказ, там все понятно. То есть, вот, начался, закончился, заканчивал, деньги заплатил, всем звездочку раздали. Вы сделали игру, вы ее выпустили, пройдет она, не пройдет, будет продаваться, не продаваться. В каком момент звездочка раздается? И, во-первых, в каком момент я начну, ну, раздается первый раз, и когда отражаются эти звездочки, потом на команде. Если игра, там, два года в топах, там, вообще классно все. Ну, есть хвост продаж, и есть бонус хвоста продаж. То есть, ну, разработчики, в том числе, они тоже, конечно. Разработчики у нас, кстати, частью, есть, опять же, своя специфика, разработчики наши, это в большинстве, процентных случаев, отдельные от компаний, компаний другие, у которых есть свой директор, свой бухгалтер, иногда свой HR, ну, вот в этом есть своя специфика, поэтому звездочки раздают компаниям и продюсерам. Как они это делают, это их профессиональный секрет. Еще вопрос? Ирина, говорит, день. Привет. Вопрос такого плана. У нас уже во второй раз прозвучал тезис «Все на продукт», то есть, у нас продукт или продукт менеджеры нафиг не нужны? Или какая у них роль все-таки? Или это у нас они вроде нужны, но ответственность опять размывается? Я вот здесь не догоняю. Спасибо. Смотри, те люди, которые, про которых пытаются и стараются точнее, как первое, сказать, уже вторую конференцию, которые являются продакт-менеджерами, а в Валаварии это продюсерам. То есть, ответственность неразмыта, она очень сконцентрирована наоборот. Смысл названия. В продакт-менеджере немножко другую роль играют в Валаварии. Это тема, наверное, отдельного доклада «Прифраги в дефоне проводят». Еще вопросы? Давайте последний. в Валаварии. Добрый день. Добрый день. Привет. Такой вопрос. Не знаю, сайт или нет сайт, в кого не расскажешь, не расскажешь, цель, воронку, не расскажешь, то есть, сколько вы игры исследуете, сколько запускаете в разработку, сколько играется успешно, сколько закрываете? Смотри, при создании игры есть такая стадия, как пре-продакшн. То есть, когда команда показывает продюсеру свою профессиональную мощь, и практически всегда она делает это на энтузиазме том самом, да, и очень редко, когда процесс пре-продакшн оплачивается. смысл в том, что оплачивается тем компаниям, с которыми мы работаем уже регулярно и знаем, что они себя представляют. Компании новые, с которыми мы только начинаем работать, совершенно хорошо замоделированы сами делать продукт, не знаю, проводить рабочим, и если продюсер хочет с этим продуктом дальше работать, он защищает этот продукт перед компанией, и уделяет деньги из авансового фанда. То есть фактически вспоминаем ту же самую пропорцию 70, 20, 10. Маляна, как все же такое. Что? Маляна, как все же такое. Ты хочешь что еще раз? Сколько проектов мы запускаем в год? Ну, хотя бы. И сколько из них исследуете тысячи? Только из коллег мне поможет ответить на этот вопрос? Я могу я тройки. Да. А вот Александр Лосковский проходит компания Лавар и говорит, что 50, да, Саша? 250. 250. Сколько из них, Саша, успешных? Все. Все. Спасибо большое за ваши любые обидные вопросы.